Я вас всех витаю. У нас на территории Украины сейчас разгуливает смерть. Очагов ее активности очень много. Для мирного населения одним из вариантов опасности представляет собой ракетный или дроновый обстрел городов. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов и предложить вам варианты решений, когда вы оказались в крайне опасной ситуации, опираясь, конечно, на свой опыт в спасательных операциях. Можем ли мы себя обезопасить заранее от этого? Можем, если уйдем и сможем жить в автономном режиме, в слабо заселенном месте или вообще где-нибудь на природе. Но при этом нас могут ожидать другие неприятные события. Не все из нас готовы к такому переселению, и особенно в зимний период. Ваша безопасность в безлюдном месте весьма условна, поэтому мы остаемся в городе и совместно продолжаем помогать друг другу в решении непростых задач сегодняшнего времени. Давайте разделим по категориям людей и точки событий на зоны. Первая зона – это красная зона, сам обрушившийся дом, то есть эпицентр трагедии. Самая опасная зона для пребывания. Вторая зона – это оранжевая, прилегающий дом к разрушенному дому. Этот дом тоже может быть опасным для пребывания в результате воздействия на него взрывной волны. Это очень небезопасная оранжевая зона. Третья зона – это желтая зона. Зона условно безопасная – это прилегающая ближайшая территория, где есть обломки дома, частичные разрушения, пострадавшие машины и, возможно, в эту зону могут подать обломки конструкции самого пострадавшего здания. Четвертая зона – это зеленая зона, безопасная зона, где нет никаких обломков, нависающих проводов, где нет опасности обрушения конструкции. А теперь категории людей, оказавшихся в этих зонах. Четвертая категория – самая легкая. Это свидетель. Это тот, кто оказался поблизости от эпицентра прилета. Итак, вы оказались свидетелем этой трагедии. В первую очередь убедитесь, что вы сами находитесь в безопасном месте – в зеленой зоне. Над вами ничего не нависает, под вами нет открытых люков или опасных предметов. И вы не находитесь на проезжей части и не мешаете, соответственно, проведению спасательных работ. Сконцентрируйтесь и соберитесь. Будьте внимательны к мелочам. Помните, что большинство людей из числа присутствующих находятся в стрессе, мягко говоря. Постарайтесь их увести в зеленую зону. Дайте им какую-то несложную задачу. И убедите их в ее важности. К примеру, сходить за водой в ближайшем магазин. Убрать обломки или осколки, или любые другие предметы с проезжей части дороги. Если человек в истерике, не оставляйте его без своего внимания и постарайтесь его успокоить. Дайте попить воды, или попросите подышать медленно в течение минуты или двух. Попросите зафиксировать его взгляд на каком-то предмете в течение пары минут. Это также стабилизирует его эмоциональное состояние. Постарайтесь не мешать своими громкими разговорами спасателям. Крик людей на улице очень сбивает внимание от криков самих пострадавших, находящихся в этот момент под завалами или в полуразрушенном здании. Кричащих людей нужно сразу изолировать от пребывания в этой точке событий. Если у вас есть, к примеру, мощный фонарь, то предложите спасателям свою помощь в возвещении этого места обрушения. Главное, этим фонарем не мотать из стороны в сторону. Это смещает фокус внимания и также отвлекает. Объединитесь с такими же людьми, как и вы, и найдите полезное занятие для общей помощи пострадавшим или спасателям. Не переходите в красную или оранжевую зону, если вы не уверены в своих возможностях и вас об этом не просят сами спасатели. Не лезьте под обломки, не лезьте в аварийное здание. При попытке помочь другим вас может также привалить обломками, и вы создадите дополнительные задачи спасателя. Риск, дело, конечно, благородное, но он должен быть всегда максимально оправдан. Третья категория людей на данной точке событий. Это те, кто оказались в доме, который примыкает к разрушенному дому или очень близко расположен к нему. Вы должны понимать, что ваш дом от ударной волны также мог получить деформацию каких-либо несущих конструкций, и в данный момент вы тоже находитесь в аварийном и опасном здании. Вам необходимо покинуть свою квартиру и выйти на улицу в подготовленном виде, имея при себе документы, теплые вещи и тревожный рюкзак, или, как его еще называют, тревожный чемоданчик. Все мы должны подготовить свою квартиру к случаю быстрой эвакуации из нее. К примеру, отмаркируйте места межкомнатных проемов светонакопительными элементами, светоотражающими лентами, светящимися диодами. Для быстрого обнаружения выхода в задымленном или в темном пространстве уберите стеклянную посуду с полок и все, что может разбиться. Когда вы в темноте встали как с кровати или пусть даже в тапочках и будете перемещаться в словоосвещенном пространстве по квартире в желании выйти из нее, то осколками стекла, попавшими вам в ногу, которые образовались в результате падения этих стеклянных предметов, при взрывной волне вы создадите себе дополнительные и непростые задачи по остановке кровотечения и ваше последующее перемещение будет затруднено. Перекройте газ, выключите рабочее оборудование, бытовые электроприборы, порепетируйте заранее в полной и нормальной обстановке в темноте ваш выход из квартиры. Засеките время, за которое вы можете это сделать с момента подъема с кровати, ну то есть условного сна, до момента выхода из входной двери. Заведите себе привычку всегда перемещаться с телефоном по квартире, в туалет, в ванную комнату, всегда берите его с собой. В такой ситуации это средство связи с внешним миром, сигнализация, фонарик. Можно приобрести карманную сигнализацию в виде брелка, имейте всегда при себе свисток и отдельный маленький фонарик. Пользоваться мобильным телефоном все-таки как фонариком нежелательно, это в первую очередь средство вашей связи с внешним миром. Вторая категория людей на точке событий это человек в сознании, но заблокирован в своей собственной квартире либо в каком-то помещении, частично пострадавший, раненый или находящийся в стрессовой ситуации, угрожающий его жизни или здоровью. Первое. Дайте голосом или свистком сигнал о вашем местоположении. Если вас услышали, постарайтесь поддерживать коммуникацию, сообщите на каком этаже вы находитесь, сколько еще возле вас есть людей, какое ваше состояние. Если это кто-то из ваших близких, находящихся вместе с вами, но не в вашем поле зрения, постарайтесь выяснить его состояние и держите с ним контакт голосом. Медленно подышите. Подумайте о вашем дыхании. Вам нужно себя эмоционально стабилизировать. Обязательно. Нужно осмотреться и найти наиболее безопасную точку для последующего перемещения в нее. Проведите диагностику своего состояния, начиная с головы, заканчивая ног. Возможно, вы получили травму, которую вы пока не ощущаете, находясь в этом шоковом состоянии. Не делайте резких движений. Убедитесь, что в вашем теле нет опасных осколков различного состава. Не пытайтесь активно разбирать наваленные обломки зданий или мебели. При понимании того, что вы можете двигаться самостоятельно, закройте голову каким-то предметом. Тряпкой, сверху кастрюлей, книгой, журналами. И всем тем, что может защитить вашу голову от случайных обломков в момент вашего перемещения или нахождения в здании. Если вы не можете идти, постарайтесь залезть под стол или кровать. И место, где стоит кровать или стол, должно быть также безопасным. Если нет такой возможности, то постарайтесь подползти к углу помещения и там принять позу зародыша, набросив на себя или подстелив под собой дополнительно как можно больше мягких вещей, мягких игрушек, занавески, одеяла, тряпки. Если вы можете стоять, то лучше стоять в углу, закрыв как можно большую часть головы. Помните про ковры, которые могут находиться в вашем помещении на стене, на полу. Они также могут хорошо защитить вас. Любой падающий сверху обломок имеет гораздо меньше шансов упасть на вас стоячего, нежели лежачего, так как вы будете занимать минимальную площадь. Лучше стоять на полусогнутых ногах. Освободите пространство вокруг себя от опасных, на ваш взгляд, предметов. Если есть возможность, то вы висите из окна на подоконник или в дырку в стене, яркий материал, занавеску, простынь, куртку. Это поможет привлечь внимание к вашему местоположению. Если вы чувствуете, что можете потерять сознание, лягте на бок, чтобы при выходе рвотных масс вы не захлебнулись ими же. Включите в своем телефоне аудиоплеер и пусть играет музыка. По звуку этой музыки вас смогут быстрее обнаружить. Если вы решили покинуть здание самостоятельно и имеете визуальный контакт со спасателями или слышите их, то рекомендую сначала запросить у них информацию о возможности вашего перемещения на выход безопасно. Возможно, в вашей парадной обрушились лестничные марши и это лишь усилит опасность для вашего перемещения. Не думайте о ценных вещах, которые вы хотите забрать с собой. Не думайте о том, как вы выглядите. Если нечего одеть, выходите голым на улицу. Ваш внешний вид это последнее, то, о чем нужно думать в этой ситуации. Переведите себя из состояния жертвы в состоянии охотника за свободой и безопасностью. Можете вспомнить своих любимых персонажей из фильмов и действовать, как они. Ну, к примеру, Терминатор. Без эмоций идет к своей цели, внимательно реагирует на пространство. Его ничто не может остановить на пути к достижению этой цели. Двигайтесь на полусогнутых ногах, не опускайте руки. Вниз это неправильно. Держите их в районе груди, чтобы в случае вашего падения вы смогли быстрее сгруппироваться или зацепиться руками за подходящую опору. Если есть задымление или запыление пространства, то обязательно защитите органы своего дыхания, не просто рукой. Мягким материалом, тряпкой или одеждой старайтесь внимательно смотреть во все стороны. не пытайтесь разбирать завал. Возможно, на этой двери, которую вы пытаетесь сейчас убрать, лежит нагрузка полностью отошедшей стены. И, потревожив своими руками или действиями эту дверь, вы обрушите на себя кусок стены. Двигайтесь не спеша и регулярно сигнализируйте голосом или свистком о вашем перемещении. Возможно, вас смогут направить по более безопасному маршруту из аварийного здания. Если вас несколько человек и вы перемещаетесь в темном пространстве, то держитесь друг за друга рукой и впереди идущий должен сообщать о всех препятствиях на его пути всем идущим за ним. Если есть задымление от возможных очагов огня, то возле пола внизу дыма всегда гораздо меньше. Если нужно промыть глаз от пыли или чего-то раздражающего вашу слизистую оболочку глаза и у вас нет при себе чистой воды, просто поплюйте обильно на запястье, где манжеты рукавов одежды регулярно очищают кожу. И этой обильной слюной увлажните глаза. После промакивающими действиями вытрите остатки слюны из глаз. не отвлекайтесь на мелкие раны, занозы, ушибы, порезы. Если вы решили спуститься из окна помещения, в котором вы оказались, то убедитесь в своих возможностях и средствах для этого спуска. Это вообще отдельная тема, которую я постараюсь осветить в своих будущих программах. Прыгать из окна даже второго этажа это не вариант, гарантирующий ваше спасение. Ну, люди бывают принимают и такое решение для себя. Ваша основная задача это выбраться из аварийного здания и попасть в зеленую безопасную зону. Первая категория человек под завалом. Если вы в сознании, значит с вами уже не все так плохо. Ваш страх замкнутого пространства, темноты, смерти может завладеть вами и только усугубить ваше состояние. Постарайтесь понять, что человек способен выжить в нечеловеческих условиях, даже будучи неподготовленным. У нас есть большой резерв прочности и скрытые возможности. Их лишь нужно осознать и действовать согласно логике и знаниям некоторых вещей. Не суетитесь, не делайте резких движений, не пытайтесь быстро освободиться, даже если вам тяжело дышать. Попробуйте крикнуть. Текст при этом значения не имеет. Дышите медленно и спокойно, думая про само дыхание. Если вас придавило и дыхание затруднено, то дышите короткими вдохами и выдохами и думайте именно пока об этом. Попробуйте пустить слюну изо рта и поймите в каком положении согласно притяжению земли вы находитесь. Дело в том, что человек может оказаться и вниз головой и на боку, то есть в любой позе. но в такой ситуации он может этого не ощущать. По возможности вам стоит оказаться лежа на боку, чтобы в случае холода ваше соперикосновение с холодными объектами было минимальным. Ну, то есть рука ваша становится естественным барьером для холода. Если есть возможность, перейдите на деревянный фрагмент, доски, двери и так далее. Сохраняйте в тепле две основные точки. Это затылочная часть головы и сердце, чуть выше солнечного сплетения. Даже просто растирая эти две точки, вы сможете сохранить свое сознание и не замерзнуть. Если есть возможность, трением согревайте руки и ноги. если вы чувствуете боль в любой части тела и не можете ее ликвидировать, постарайтесь сознанием переключиться на тот момент времени, когда вас в любом случае спасут. И все с вами будет хорошо. Зажмите зубами кусок ткани, чтобы ваши стиснутые от боли зубы не потеряли эмаль, потому как потом вам предстоит еще и поход к стоматологу. Переключите свои мысли в сторону своих мечтаний. Перенесите себя мысленно из этой ситуации в максимально для вас приятную. Не нужно себя жалеть или бояться смерти, просто не думайте об этом. Попробуйте зафиксировать свой взгляд на каком-то объекте. Начните диагностику своего состояния, проверьте дыхание, оно не должно иметь хрипов, свистов или других звуков. Попробуйте проглотить слюну, промолгайтесь глазами, повращайте головой, постарайтесь руки подтянуть как можно ближе к голове или шее. Это поможет вам немного стабилизировать свои эмоции. Если вы можете издавать звуки, то начните это делать. Но помните, что постоянный и громкий крик, тем более с учащенным дыханием, может привести к потере сознания и также к потере вашей энергии. В идеале, если у вас есть свисток, висящий на резинке на шее, именно резинке, которая может порваться легко от натяжения, это важно, потому что вы можете утушить себя собственной резинкой, зацепившись за что-либо. Так вот, свисток позволит вам свистеть, особо не напрягаясь, и долго этот звук будет слышен гораздо дальше и лучше любого крика. Вы можете на крик потратить много энергии, но иногда вы даже кричать не сможете, а если вы дышите, значит можете свистеть в свисток. Если вы не можете шевелиться, то это не означает, что вы не выберетесь, вас в любом случае освободят, и если у вас есть огромное желание жить, вы будете жить. Если вы обнаружили, что ваша рука, нога или другая часть тела пронизана крупным фрагментом арматуры, доски или шлифера, ну не нужно этот осколок пытаться вынимать. Этот фрагмент блокирует кровотечение. Если вы от него избавитесь, то кровь пойдет значительно сильнее. Помните про свою голову. Постарайтесь ее чем-то обмотать от возможного последующего повреждения на момент вашего извлечения или падения обломков висящих над вами. Вас возможно будут искать и спасатели и собаки. Так вот, собаки в основном полагаются на свое обоняние. Они натренированы в основном на запах человека. Если есть возможность опорожняться и размазать свои фекалии недалеко от себя, сделайте это. При выживании все способы хороши. А вот когда вы уже умерли, то будете после сожалеть о том, что как-то не все попробовали для сохранения своей жизни. Запах ваших фекалий или мочи даст собакам возможность обнаружить вас гораздо быстрее. Да и люди могут сориентироваться по этому запаху но тоже быстро. Регулярно издавайте звуки. Свистите, кричите, но не сильно тратьте свою энергию. Можете постукивать по различным предметам. Когда к вам подбираются спасатели, опишите свое состояние и что находится возле вас. Для того, чтобы они могли принять верное решение для последующего вашего извлечения из-под этих обломков. Не делайте резких движений, когда будете видеть или слышать помощь. Это может очень сильно навредить вам. Если вы слышите под завалами других людей, постарайтесь с ними общаться. Переводите разговоры в шутки, поддержите свое и их эмоциональное состояние на позитиве. Действуйте обдуманно и последовательно. Слов проговаривайте два слова. Это нормально. И ваш организм начинает стабилизироваться и страх будет становиться более подконтрольным. Нам сейчас нужно набраться терпения, смелости, выносливости и взаимопонимания между всеми. Забудьте о своих конфликтах, помогайте друг другу и все у нас с вами обязательно скоро будет хорошо. И мы снова с вами скоро увидимся.